В этом выпуске упоминаются иноагенты Алексей Пивоваров и Антон Долин. Привет, друзья! Это канал «Но Медиа из России», подкаст «Смотри в обе». Я Ирина Петровская. Как навели и снова развели мосты. Умер Фил Донахью. Юные зрители спрашивают, а кто это? Зрители постарше вздыхают, ушла эпоха. Последние правы. Донахью, как и его партнер Владимир Познер, почти 40 лет назад ознаменовали собой начало новой эпохи. От той эпохи остались сегодня одни воспоминания. Три года назад на ютуб-канале редакции вышла программа под названием «Как телемост СССР-США закончил холодную войну», посвященной 35-летию первых телемостов Ленинград-Сиэтл и Ленинград-Бостон. В своем телеграм-канале ее автор Алексей Пивоваров в день смерти Фила Донахью написал «Умер американский телеведущий Фил Донахью, родоначальник телевизионного жанра ток-шоу. У советских телезрителей Донахью приобрел наибольшую популярность благодаря телемостам СССР-США. Я имел счастье записывать интервью с Филом для редакции. Фил Донахью был соведущим с американской стороны, а с советской тогда взошла звезда Владимира Познера. Фил для многих в моем цеху стал в свое время одним из учителей в профессии – земляпухом. В этом выпуске, снятом еще в мирное время, участвуют те, кто 35 лет назад организовывал и делал легендарные телемосты, воспринимавшись тогда как волшебство, как чудо, не только техническое, хотя и тоже, но в первую очередь чудо узнавания и открытия людьми людей. Ведь те телемосты и задумывались как встречу в верхах рядовых граждан – ordinary citizens. Впервые обычные люди обсуждали не заранее подготовленные темы, а и самые актуальные, в том числе вопросы – войну в Афганистане, еврейскую эмиграцию, ссылку академика Сахарову в Борький, свободу слова. Кознер в интервью редакция вспоминает. В 1985 году отношения между СССР и США были настолько плохими, что не было вообще никаких контактов или обменов, ни спортивных, ни культурных. Попахивало даже возможным конфликтом. Фил Донахью со смехом признается. «Я вырос на идее о русском медведе. Русский медведь нависал над нами. Он был пугающим и зловещим образом. Уже потом в Советском Союзе я встретил много хороших людей, а медведя нигде не нашел». Советские граждане под влиянием собственной пропаганды представляли Америку агрессивной державой, способной в любой момент нанести по стороне Советов ядерный удар. Президент США Рейган называл СССР империей зла. Американская сторона больше всего опасалась, что подбор аудитории для участия в телемосте возьмет на себя КГБ и что-нибудь каверзное обязательно подстроит. Поэтому выставила условие. Подбирать аудиторию будет совместно с русскими партнерами и стопроцентно на улицах Ленинграда, без согласования с какими-то ни было контролирующими органами. Как ни странно, власти на это пошли. Хотя один из организаторов телемоста Ленинград-Сеэтл, Владимир Мукусев вспоминает, было очень страшно и понятно. В любой момент нас могут уволить, взять, отправить в тюрьму за антисоветскую агитацию. Поздно рассмеется. Советские граждане, согласившиеся поучаствовать в телемосте, пришли на запись с коробками конфет, цветами. Они пришли дружить, брататься. Однако Донахью с самого начала довольно агрессивно актуализировал повестку. Один из американских участников спросил, а что такое город Горький и зачем он вообще используется в настоящее время? Донахью добавил, почему советский режим отправляет под домашний арест своих граждан только потому, что они говорят то, с чем не согласно правительство. И тут диалог вступили добровольные пропагандисты из числа зрителей в студии. «Сахаров призывал даже вас развязать войну против нас. Он выступает против своего народа», звучала гневная отпись к клеветнику под гружные аплодисменты аудитории. «А у вас пропагандируется война, культивируется ненависть к нам. Что вы творите? Раз за разом отбивали удары сознательные советские граждане». Там, где требовались более квалифицированные ответы, вступал профессиональный и опытный пропагандист, как он сам себя тогдашнего называет, Владимир Познер. «У вас 250 тысяч евреев хотят эмигрировать из страны, а их не пускают», – утверждал Донахью. Познер язвительно парировал. «Откуда у вас эта цифра? Вы что, у нас проводили референдум? Позвольте нам лучше знать, сколько людей у нас хотят уехать». Однако нашлась и в той аудитории 15-летняя девочка, которая и встала, и сказала правду. Она лично знает еврейскую семью, которую 6 лет не выпускают из страны. За судьбу той искренней девочки организатор потом всерьёз опасались. И поздно, по его словам, сделал всё, чтобы ни один волос не упал с её головы. Эту участницу 35 лет спустя отыскал пивоваров. Она подтверждает, никаких неприятностей у неё не было, да она по молодости не предполагала, что ей что-то может угрожать. Впрочем, в какой-то момент записи сами люди с обеих сторон сбавили тон и перешли к обсуждению общечеловеческих и всем интересных тем. И остались довольны общением, поняв, что все они люди и во многом даже похожи. А наши ещё и постепенно начали учиться говорить от себя, а не от всего народа, города, подъезда. Чистосердечно, открыто, не боясь последствий. Те телемосты ведь смотрела буквально вся страна. Да и сам Владимир Познер спустя 10 лет сказал мне, глядя на себя образца 1986 года, я краснел под гримом. Тогда в Ленинграде, ставшем уже Санкт-Петербургом, записывали программу десятилетия знаменитых телемостов, и я была на этой записи. На юбилейную программу пригласили всех, кто тогда принимал в них участие. А пришли считанные единицы. Видимо, многие тоже боялись покраснеть от стыда за себя врущего в едином патриотическом порыве. В том выпуске редакции трёхлетней давности Познер с горячей констатирует. Сегодня отношения с Америкой хуже, чем тогда. Это уже не идеологические разногласия, это гораздо глубже. Очень тяжёлая ситуация и очень опасная. Тут телемостами не поможешь. А по телевизору между тем, едва ли не круглосуточно, разоблачают проклятую Америку в многочисленных ток-шоу, которые придумал Фил Донахи. Это всё, что осталось от тех благословенных времён, когда в телеэфире ещё наводили, а не разводили мосты. В 1985 году Булата Куджава написал, он сам так её назвал, песню о первых надеждах эпохи освободительной с большой буквы перестройки Горбачёва. Хотя не особо обольщался, и крах этих надежд предвидел уже тогда. А если всё не так, а всё как прежде будет, пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит, что зря я распахнул счастливые крыла. Что ж делать? Надежда была. Кстати, эти первые телемосты вышли в эфир гостелерадио благодаря Горбачёву и Александру Николаевичу Яковлеву, первыми посмотревшими запись. Это и есть настоящее телевидение. Якова вынесли они свой вердикт, лишив потенциальных запретителей любых возможностей для отступления. А теперь мои рекомендации. Ссылка на тот самый выпуск YouTube-канала «Редакция», как телемосты СССР-США «Закончили холодную войну», о котором я рассказываю в своём тексте. Автор Алексей Пивоваров предлагает вспомнить, чем тот холод закончился в прошлый раз, причём не в высоких кабинетах, а в телеэфире. Среди участников выпуска знаменитый американский телеведущий Фил Донахи, которым не стало на этой неделе. Что происходит в Курской области? Репортаж журналистов «Новой газеты» Ивана Жилина и Алексея Душутина, которые съездили в Курск, увидели происходящее там своими глазами и записали свидетельства очевидцев, мирных жителей. В сью жизнь пришла она, СВО, так сказать. Сирена, встрелы, беженцы, репортер контекста о событиях в Курске. Катя Казанчук побывала в Курске и выяснила, как организована помощь беженцам и что думают они сами о радикальных изменениях их привычной жизни. Неделю назад у нас была обычная жизнь, как у москвичей, говорят они. Милонова у Собчак еще не видели? Ну, посмотрите. Зачем? Ксения в своем телеграм-канале так объясняет свой интерес к означенному персонажу. Мне искренне было интересно, зачем депутату идти на… она это слово называет, но мы назовем его СВО, и убивать людей. К чему были эти танцы с автоматом, опиарен в крови солдат? Получился глубокий и немного пугающий разговор. Пугающий, ага. Собчак, к примеру, спрашивает его, вы убивали людей? Да, говорит он. И что вы чувствовали? Ничего. На этой неделе ушел из жизни великий французский актер Олен Делон. Известные кинокритики Антон Долин и Зинаида Пронченко в специальном стриме на канале Радио Долин вспоминают лучшие роли Делона и говорят о его месте в мировом кинематографе. Зинаида Пронченко, кстати, автор монографии об Олене Делоне. С вами был канал «Номедиа из России». Подкаст «Смотрю в оба». Я Ирина Петровская. Спасибо вам за внимание. Смотрите нас, лайкайте, рекомендуйте всем своим друзьям и знакомым. И до новых встреч.